Анюта отключила назойливый звонок будильника и с грустью взглянула на серое затянутое свинцовыми облаками небо. Дождь лил уже третий день подряд. Глядя, как мирно сопит дочка, укутавшись в теплый плед, женщина улыбнулась и тихонько поцеловала Еву в щеку. Дочка снова разболелась. Всю ночь удушливый кашель не давал ребенку и маме уснуть. Но это и неудивительно. Они жили в старой и сырой комнатке в коммуналке. Летом еще как-то более или менее условия для проживания были сносные. Но с наступлением холодов в квартире буквально стекала тоненькими струйками вода по стенам. Дом уже лет пять был в аварийном состоянии. Но, естественно, на многочисленные жалобы жильцов никто не спешил реагировать, мотивируя тем, что свободной жилплощади для расселения старой хрущевки нет. Анне было очень тяжело растить дочь. Были такие времена, когда отчаявшейся женщине приходила в голову мысль отдать его в интернат. Но, глядя на дочку, Анна понимала, что никогда не сможет этого сделать. Ей приходилось работать с утра до позднего вечера, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. В 17 лет она стала круглой сиротой. Всю жизнь жила с одинокой матерью в этой крохотной комнатке и мечтала о лучшей жизни, с надежным и любимым человеком. И уже казалось, что она встретила его, того, кого ждала всю жизнь. Игорь был футболистом, подавал большие надежды. Но Анну привлекала в нем не профессиональная деятельность, а искренность и доброта. Спустя полгода молодой человек сделал ей предложение руки и сердца. Аня почему-то расплакалась тогда, не веря, что наконец-то, после потери матери, у нее появился родной человек, который будет рядом всю жизнь и никогда не предаст. Но судьба распорядилась совсем иначе. Перед самым отъездом Игоря на сборы, Аня узнала, что беременна. Она не решилась сразу сказать приятную новость жениху, решила дождаться, когда он вернется, устроить романтический ужин и обрадовать будущего папашу. Но больше им не суждено было свидеться. Любимый человек даже не удосужился позвонить, а лишь прислал сообщение, не жди меня, я полюбил другую женщину и в наш город больше никогда не вернусь. Сказать, что она страдала, это ничего не сказать. В тот миг ей казалось, что она умерла, исчезла с лица земли и лишь едва слышный толчок в бок напоминал о том, что она не одна, что в ней живет маленькая жизнь, ради которой она просто обязана взять себя в руки и жить дальше. Вскоре Анна родила прелестную дочурку, которая утолила все ее печали и подарила смысл в жизни. Что касается мужчин, то она просто-напросто не обращала на них внимания, решив раз и навсегда, что больше никого не пустит в свое сердце и посвятит жизнь лишь дочери. «Доброе утро, Вера Васильевна! Как ночь прошла? Я вам мандаринок сладеньких принесла!» – улыбнулась Аня, войдя в палату к пожилой женщине. «Аннушка, ну ты в своем репертуаре! Сама уже от ветра шатаешься, не доедаешь, а мне угощения носишь. Добрая ты душа, только вот несчастная!» – произнесла старушка. «Пустяки! Вы болеете! Вам нужнее витамины!» – отмахнулась Анна, выкладывая на тумбочку нехитрые гостинцы. Молодая женщина очень довольна была этой подработкой. Месяц назад ей позвонил Антон Федорович, давний друг пожилой женщины, и сказал, что срочно ищет сиделку. Буквально на пару часов в день, услышав сумму зарплаты, Анна с радостью согласилась, ведь за эти же самые деньги ей приходилось месяц мыть полы и посуду в кафе. «Присядь, Аннушка. Разговор у меня серьезный есть. Я долгое время наблюдала за тобой, а сегодня лишний раз убедилась в правильности своего выбора. Я чувствую, что скоро оставлю этот мир. Но перед уходом очень хотела бы изменить твою судьбу. Я богата, но, к сожалению, наследников у меня нет. У меня в Подмосковье роскошный дом. Это бывшая усадьба нашего родового поместья. Так вот, я оформлю дом на тебя, но у меня будет одно условие, которое ты должна будешь выполнить». «Вера Васильевна, вам плохо? Какое богатство? Какое поместье?» – испуганно спросила Анна и нажала на кнопку вызова персонала. Понимая, что у несчастный бред. Через минуту в палате появился молодой доктор. Он хотел измерить давление больной, но та лишь отмахнулась, попросила не мешать разговору. «Аннушка, я говорю правду, и сейчас сюда приедет Антон Федорович с документами. Он уже много лет является моим адвокатом». В подтверждение ее слов в палату вошел подтянутый седовласый мужчина, который улыбнулся Анне и поцеловал руку Вере Васильевне. «Вы согласны на предложение моей клиентки?» – деловым тоном спросил у ничего не понимающей Анны. «Какое предложение?» – растерялась женщина. «Я оформлю свой дом на тебя, но с одним условием. Ты должна сразу же после моей смерти переехать туда жить и ухаживать за моим родственником. Не беспокойся, он особых хлопот не доставит». «Важно, чтобы ты всегда находилась рядом», – объяснила старушка. «Но это невозможно, мне нужно работать, у меня ведь дочь». Анна до сих пор не верила в происходящее, до конца не понимая, что от нее хочет эта странная старушка. «Все возможно, у меня есть фамильные драгоценности. Там одних лишь бриллиантов хватит тебе на три жизни. В нашем роду не принято было их продавать. Они переходили по наследству из поколения в поколение. Но, видимо, какое-то проклятие послано на наш род. Так получилось, что у меня нет и не будет кровных наследников. Драгоценности я тоже завещаю тебе. Ты вправе распоряжаться ими на свое усмотрение. Советую все сразу не продавать. Такие денжищи нельзя хранить ни в доме, ни тем более в банке». Адвокат обернулся и только сейчас заметил доктора, который стоял у двери с открытым ртом. «Оставьте нас, пожалуйста. Вера Васильевна в данный момент не нуждается в вашей помощи». Тот поспешно удалился, а мужчина обратился к Анне. «Вы согласны?» «Я не знаю», пропормотала опешившая женщина. «Я не вижу смысла в вашем несогласии с предложением моей клиентки. Насколько нам известно, вы обитаете с ребенком в аварийном доме. В плачевных условиях вы вынуждены работать с утра до ночи, а ваша дочь проводит большую часть времени в детском саду. А сейчас вам предлагают жить за городом в уютном большом доме, иметь возможность никогда в жизни не работать, не знать нищеты и отдавать все свободное время на воспитание дочки. И в обмен на все это нужно лишь подать тарелку супа человеку, который сам себя не может обойти. Мне кажется, здесь нет смысла раздумывать, нужно соглашаться, пока есть такой шанс». «Аннушка, мое сердце будет спокойно лишь в том случае, если ты будешь жить в моей усадьбе. Прошу, соглашайся, исполни мою последнюю волю», слабо произнесла Вера Васильевна. «Да, конечно же, я согласна», улыбнула женщина, смахивая слезу. «Просто все так неожиданно, спасибо вам большое». Анна обняла старушку, очень сожалея, что дни этой несчастной практически сочтены. Она была словно в тумане, подписала какие-то документы и договор пожизненного ухода и содержания за неизвестным ей человеком. Женщина не стала лезть в душу Вере Васильевне и расспрашивать о нем. Было очевидно, что беспомощный человек, скорее всего, ее супруг. Наверное, у них нет детей, поэтому и остались на старости одни. Аня только сейчас вспомнила, что Вера Васильевна никогда особо не рассказывала о своей личной жизни, лишь о карьере оперной певицы, которая когда-то была известна на всю страну. «Девушка, вас подвезти?» Анна вздрогнула от неожиданности, а обернувшись, увидела доктора, того самого, который сегодня заходил в палату. «Нет, я на метро, так быстрее будет». «А что старуха наша? И правда так богата?» – спросил вдруг молодой мужчина. «Не думаю, вы же видите, в каком состоянии Вера Васильевна. Она сама не понимала, почему соврала этому человеку. Может, потому что от его взгляда шел холод, который пронизывал насквозь». «Ну да», – зло усмехнулся доктор и, сев дорогую иномарку, быстро выехал из территории больницы. Через несколько дней Вера Васильевна умерла. Ушла женщина тихо и спокойно, во сне, с улыбкой на устах. «Не плачьте, милочка». Она прожила яркую, интересную и долгую жизнь. «Была доброй женщиной, оставила навсегда теплый след в наших сердцах», грустно произнес Антон Федорович, обнимая Анну. «Я займусь организацией похорон, а вы готовьтесь вступить в права наследства и уехать в новую жизнь». Спустя месяц Анна с дочерью стояли во дворе огромного дома, с восторгом разглядывая местные красоты. Женщина до сих пор не верила в свою удачу. Ей казалось, что это приятный яркий сон, что сейчас она проснется в своей сырой, убогой комнатке и побежит драить полы до позднего вечера. «А где же тот человек, за которым я буду ухаживать?» – неуверенно спросила у Антона Федоровича. «В доме, скорее всего, он очень замкнут в себе, практически не бывает на улице, неразговорчив. Я думаю, Игорь Петрович не доставит вам особых проблем и хлопот. Сейчас я передам вам драгоценности покойной и с чувством выполненного долга уеду в город. Если позволите, раз в неделю буду навещать вас. Ну а если вдруг понадоблюсь, то звоните в любое время суток». Анна набралась смелости и, затаив дыхание, переступила порог дома. В большой гостиной у окна сидел человек в инвалидной коляске. Услышав, что кто-то вошел, резко обернулся, а женщина закрыла ладонью рот, чтобы не закричать от неожиданности. Это был Игорь, тот самый, ее первая и последняя любовь. Отец Евы. «Здравствуй», – ухмыльнулся он. «Все-таки разнюхала, нашла меня, зря старалась, проваливая отсюда». «Игорь Петрович, держите себя в руках. Разве можно так разговаривать с женщиной? Тем более, Анна Викторовна – ваш новый опекун». «Вам ведь жить под одной крышей. Советую не усложнять эту жизнь ни ей, ни себе», – возмутился Антон Федорович. «Во как! А я, похоже, недооценивал тебя». «Антон Федорович, я настаиваю, чтобы меня завтра же определили в дом инвалидов. Не собираюсь жить с ней под одной крышей», – побледнел Игорь. «Насколько я понимаю, вы знакомы? Предлагаю не рубить с горяча. Я заеду послезавтра. Надеюсь, вы найдете общий язык. И вы, Игорь Петрович, не станете принимать глупых необдуманных решений». «Анна, вот, собственно, те драгоценности, которые завещала Вера Васильевна». «Адвокат достал из портфеля аккуратную шкатулку, положил на комод и поспешил удалиться, оставив растерянную Анну одну». «Игорь, может, все-таки объясни, что происходит? Как ты оказался в доме Веры Васильевны и почему уверен, что я искала тебя? Мне достаточно было одного сообщения, чтобы навсегда вычеркнуть себя. И вообще всех мужчин из своей жизни. Я чувствую себя счастливой рядом с дочерью. И поверь, никогда не пойду на низость, не стану искать встречи с человеком, который вытер об меня ноги. Где же твоя любимая женщина, ради которой ты растоптал мое сердце? Почему я не вижу ее здесь? Бросила?» «Не было никакой женщины», – устало вздохнул Игорь. «Прости, если обидел. Я знал, что тетя завещала все. И меня, в том числе, какой-то милой и доброй женщине. Но никак не ожидал увидеть здесь тебя. Я получил серьезную травму много лет назад, там на сборах. В тот же день мне сделали операцию в одной из лучших клиник Японии. Но после нее я так и не почувствовал своих ног. Доктор развел руками, сказал, что хирургия здесь уже бессильна, теперь все зависит от моего организма. Я хоть и был молод, но понимал, что это равносильно приговору. Именно в тот момент принял решение исчезнуть из твоей жизни. Отослал сообщение, наврал, что встретил другую. После выписки уехал жить сюда, к тетке. «Это все. Я никогда не соглашусь, чтобы ты выносила судно за мной. Поэтому не изменю своего решения и требую определить меня в интернат». «Тебя даже не остановит дочь?» – тихо спросила Анна. «Может, все-таки хочешь принять участие в воспитании Евы?» Игорь поменялся в лице. Взглянул в окно на девочку, которая беззаботно играла во дворе. Было видно, как ему тяжело в этот момент. «Нет, я не хочу быть обузой для тебя и дочери. Все, разговор окончен», – сказал мужчина и удалился в свою комнату. Анна не могла прийти в себя. Весь день пребывала в состоянии ступора. Она не могла допустить того, чтобы из-за нее Игорь уехал в дом инвалидов, ведь понимала, какая жизнь его там ждет. Женщина приняла решение отказаться от наследства и договора пожизненной опеки. Так будет лучше для всех, в том числе и для нее. Игорь очень изменился за эти годы, стал чужим и далеким. Такого Игоря, которого она любила, больше нет и никогда не будет. Женщина приготовила ужин, молча занесла Игорю в комнату, покормила дочь, уложила спать и сама легла. В ту ночь сон не шел к ней, она долго ворочалась. Почему-то ей было жутко и неуютно в этом огромном чужом доме. Повсюду слышали зловещие шорохи, а крик Филина за окном лишь добавлял жути. Ей удалось забыться в тревожном сне уже глубокой ночью. Услышав треск и звон бьющегося стекла в комнате, женщина вскочила с кровати и закричала от ужаса. В этот момент проснулась и Ева. Бросившись мамина шею, девочка громко расплакалась. Увидев силуэт мужчины в комнате, Анна застыла от ужаса, понимая, что это конец. В этот момент в комнате зажегся свет, а в окно запрыгнул еще один незваный гость. «Вы?» – опешила женщина, узнав доктора. «Привет!» – улыбнулся звериным оскалом тот. «Где камни?» «Какие камни?» – прошептала женщина, понимая, зачем пожаловал доктор. «Дуру из себя не корчи, если хочешь остаться живой вместе со своим отродьем. Живо признавайся, где брюлики». Но Анна отчетливо понимала, что доктор не оставит в живых свидетелей, не в зависимости от того, а даст она ему драгоценности или нет. Она вспомнила, что та шкатулка так и стоит на комоде в прихожей. Видимо, воры не знали, что их добыча так легкодоступна. «А мы сейчас девочку подвесим за ногу к окну. Тогда мамаша позговорчивой станет», – заржал второй бандит так, что задрожали стены. «На помощь, Игорь, помоги!» – закричала Анна, прижимая к себе дочку. «И понимая, что при всем своем желании Игорь не в силах им помочь. Это ты инвалида своего зовешь? Ну-ну, кричи погромче!» – ухмыльнулся доктор. Игорь не спал в ту ночь. Он слышал, как разбилось окно на втором этаже. Слышал разговор мужчин и крик Анны. Мужчина знал, что где-то на кухне за холодильником есть тревожная кнопка сигнализации, о которой когда-то рассказывала тетя. «Полиция ведь в такую глухомань приедет не раньше, чем через пару часов. Выехав бесшумно из своей комнаты, направился на кухню. Но только подъехав к холодильнику, осознал, что ему никогда не дотянуться к заветной кнопке. Для этого нужно было встать на ноги и потянуться за холодильник». Услышав вновь отчаянный крик Анны, он закрыл глаза от боли. И сам, не веря в себя, приподнялся на руках с кресла и в следующее мгновение встал на ноги. Сделав неуверенный шаг, дотянулся к заветной цели. И в следующее мгновение на всю округу раздался громкий вой сигнализации. «Что это?» – испуганно крикнул один из налетчиков и быстро прыгнул в окно. За ним без лишних разговоров последовал и доктор. Анна, не выпуская дочь, сбежала вниз по лестнице. Анна, увидев лежащего на полу Игоря, подбежала к мужчине. «Они ушли?» – спросил он. «Да, убежали в тот же миг, когда раздался вой сирены. Как ты ее включил? И почему ты на полу?» «Аня, я чувствую ноги, но не смог долго устоять. Сильная слабость в ногах», – признался Игорь. «Да ну!» – обрадовала женщина. «Это же здорово! Утром поедем в клинику». «Они искали драгоценности?» – спросил Игорь. «Да, искали. Наверное, даже не предполагали, что бриллианты лежат в гостиной на комоде. Это был доктор из клиники, в которой лежала Вера Васильевна. Он слышал наш разговор. И, видимо, потеряв покой, следил за мной. Нужно срочно заявить в полицию. Но это все не важно. Главное, что ты стал на ноги!» Женщина радовалась, словно ребенок. «Прости меня за все», – улыбнулся мужчина. «Доченька, ты сильно испугалась. Не бойся. Папа никому не позволит вас обидеть». Игорь взял за руку дочку, давая понять, что она под надежной защитой. Спустя полгода в поместье Веры Васильевны собрались немногочисленные гости. Среди них был и Антон Федорович, который все время улыбался, радуясь за молодоженов. «Поздравляю, мои дорогие! Все-таки Вера Васильевна добилась своего. У нее все получилось. В смысле?» – поднял бровь Игорь. «Тетя знала про наши с Анной отношения?» «Конечно, знала. Как известно, случайных встреч не бывает. Ведь каждая встреча – это испытание, наказание или подарок судьбы», – философски заметил адвокат. «В нашем случае это подарок судьбы», – в один голос произнесли молодые люди и засмеялись. Стоит ли говорить о том, что они были счастливы? Думаю, нет. Это читалось в их взгляде – в каждой клеточке тела и души. Анна и Игорь вынесли нелегкие испытания, но, наконец-то, вновь обрели друг друга. В этот раз уже навсегда.